Друзья, привет! Ну что, перед тем, как разложить всё по своим местам, я хочу записать это видео, показать вам косметичку, с которой я ездила в Минск буквально на две ночи и такой небольшой пакетик с покупками. Здесь не всё, а только то, что я купила себе. Было немножко продуктов для мамы уходовых, плюс помада, было несколько баночек для бабушки. Ну, я думаю, что это не самое интересное. Будем смотреть именно мои покупочки. Сейчас вам всё расскажу. Косметичка у меня с Алиэкспресс. Я заказывала её где-то год назад. Она стоила, ну прям точную стоимость сейчас не вспомню, рублей 300. Рублей 300. Я, наверное, оставлю вам ссылку, если интересно, и если она не сгорела, потому что это было всё-таки довольно давно. Ну, можно ввести просто слово косметичка, их там море. Я их, кстати, видела в продаже, эти косметички в несколько раз дороже. Их многие, да, заказывают и продают. Очень удобно всё здесь сделано. Такая сеточка, можно всякую мелочь положить. У меня есть какой-то маленький пробник духов, пилочка, здесь пластыри, там обезболивающие ватные, этим палочки. Ну, в общем, всё, что вам может понадобиться. Здесь я везла кисти, я просто уже поставила их в стаканчиках, нужно помыть. Ну, тоже довольно удобно. Единственное, что если кистей прям мало, две штучки, они будут туда-сюда болтыхаться, но всё равно они прям не вываливаются из неё. В общем, удобная такая, многофункциональная, очень вместительная. Можно немножко положить продуктов, а можно её прям забить, и она будет огромная. Что было с собой? Я не стала там снимать пустые баночки, было вообще супер мало. Был у меня шампунь с манго из подружки, какой-то пробник крема я использовала, парочку тканевых масок. Ну, в общем, как-то совершенно не хотелось ничего снимать, по минимуму у меня контента там было, потому что мало времени, много планов, и вообще надо было успеть как-то отдохнуть. Всегда со мной ездит, особенно в такие, знаете, коротенькие поездки, палетка от MAC. Она мне очень нравится, на сайте она представлена, но вообще я слышала, что её будут выводить. Честно говоря, мне кажется, что я хочу купить ещё какую-то палетку. Здесь девять цветов, посмотрите, ну и размерчик. Она суперкомпактная, не знаю, хоть в клатч какой-нибудь с собой клади. У меня это вот такой оттенок. Первая строчка, это был оттенок. Хороший такой пластик, удобно возить с собой. Мне кажется, она, ну вот сколько я вожу, у меня не повредилась. Сама подборка, да, тут и супертёмные, и мерцающие, матовые для складки, несколько светлых. То есть вам никакая однушка больше не понадобится. Не всегда так получается, и не всегда все палетки настолько рабочие. Бывает, что нету светлого оттенка или нету матового для складки, приходится брать с собой что-то дополнительное. Здесь всё суперздорово, я прям ей безумно довольна, она классная. Не знаю, с чем они их собираются там выводить, если это правда. Далее карандаш для бровей, но я в итоге им не воспользовалась. Не знаю, нафиг он мне был нужен. Бальзам для губ вот такой, Эвелин. Но я, честно говоря, чаще пользовалась тем, который просто валялся в косметичке в сумке. Не знаю тоже, но в принципе это можно было не брать. Блёстки от Сони Мира. У меня ещё были переводные татушки. Я выставляла в сторис. Тоже деко и Майами Татус. Вот эта коллаборация. Веснушки очень прикольные. Этим продуктом пользовалась подружка, которая была на рождение. Тоже она нанесла на скулу. Очень здорово смотрелась. И единственное, довольно сложно смыть. Они, конечно, их нужно долго прям смывать, 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 смывать. Но интересно. На вечеринку, мне кажется, это клёвый вариант. Я, наверное, куплю себе ещё переводных веснушек. Единственное, они идут как бы на скулы и на нос. Но мне кажется, на носу, честно говоря, было лишним. Я бы сделала только вот щёки, скулы. Там можно легко отрезать. Если что, этот кусочек. База по тени. По-прежнему любимая, дорогая. Это Тют Хаус. Тут всё у нас стандартно. У меня в запасах лежит ещё один тюбик. Ну, честно, я вам уже искренне говорила. Я вам действительно рекомендую её. Потому что я всегда пользовалась Urban Decay. Когда-то давно я пробовала Art Deco, который меня впечатлил. Какие-то ещё бюджетные были. Но всё быстро уходило в помойку. Urban Decay я по-прежнему люблю. Но у меня что-то захотелось новое попробовать. И вот был найден более бюджетный вариант от корейского бренда. Если вы будете напрямую скорее откуда-то заказывать. Ну, делайте, например, какой-то большой заказ. Там стоит прям вообще супер дёжево. Рекомендую. Видите, берите. Proof 10 Eye Primer. Далее блеск для губ от Lumine. В таком абсолютно полупрозрачном нейчерл оттенке. Номер один. Мне нравится вообще вся эта линейка. У меня, наверное, оттенков 5 точно есть. Совершенно не липкие. Очень красивые. Даже те, что яркие в тюбике, они всё равно очень классно смотрятся на губах. Плюс, ну, здесь заявлено плампинг. Ну, особого плампинга я не знаю. Просто за счёт блеска. Он не покалывает. Не знаю, просто он очень комфортный. Он очень комфортный. И мне кажется, у него бывают скидочки. Можно посмотреть и за хорошую цену купить. Карандаш для глаз брала вот такой от Kika. В итоге до него дело тоже не дошло. Ну, так сложилось. Так. Хайлайтер от Бекки. Это оттенок ванилла кварц. Легендарный, популярный. Очень красивый. Честно говоря, в Сафоре вообще, по-моему, три оттенка есть в миниатюрах. Вот два у меня есть. Надо посмотреть, не ошибаюсь ли я про третий. Я бы купила ещё, наверное, один оттенок. Полноразмерный. Ну, зачем его покупать, если можно купить миниатюру, в которой 2,4 грамма. И, ну, слушайте, я давно пользуюсь. Как бы он экономичный. Поэтому рекомендую обратить внимание на такой вот вариант. Ну, здесь парочка. Боже, она не меняется. И непонятно вообще, когда-нибудь изменится ли. Найду ли я что-то ещё более классное. BB-крем ньют от Эрбариан. Причём новый чубик уже, миллион девяносто девятый. Надо мне 45 миллилитров уже купить. Чуть-чуть я всё по 15 иду. Это не так выгодно, на самом деле. Не брала со скидкой, в любом случае. И любимый аджастер от Catrice. Его, насколько я знаю, не ошибаюсь, вывели уже давно, где-то год назад из продажи. Этот я экземпляр отхватила на сайте Белорис. На смену купила в Будапеште вот Левраны. Нет. Забыла. Не, нет, Леврана это наш бренд, а у них Альверды как-то называется. Только этот такой более жидкий, тот более кремовый. Но в любом случае он не портит ваш тональный крем. Он не делает его свойства какими-то плохими. Он стоит таким же крутым, просто светлее. Потому что для меня BB Cream Nude вот зимой, осенью, он, конечно, темноват. Потому что я совсем какая-то полудохлая зелёная. Консилер Nars, он по-прежнему любимый. Он максимально кремовый, но в то же время плотный. Плюс он не сушит, как и некоторые другие собратья. В общем-то, мне в нём всё нравится. Я тоже покупала его в L'Etoile по очень хорошей цене. Он мне тогда обошёлся там что-то в 1050 рублей. Карандаш для губ безумно красивый от Vycon. Но, к сожалению, Vycon, ну, последний, который я видела на Третьяковской, его давно закрыли. Потом в авиапарке, когда я там была, он был какой-то полупустой вообще. Мне кажется, что их все закрыли. Потому что, ну да, даже их профиль он уже не действует. Ну, в общем, как-то дело не пошло. Уж не знаю, по каким причинам. Хотя бренд сам по себе симпатичный. Он у нас делается в Италии. Да, он, кстати, чем-то напоминает Кика. Ну, в общем, карандаш. Вдруг вы будете в Италии когда-нибудь после всех этих событий. 105-й оттенок. Очень красивый. Это прям супер-нэйчерл. Хотя можно найти в других брендах. Это всё так. Румяшки от Tarte в миниатюре. Exposed. Один из самых популярных оттенков. Раньше, я знаю, что были прям такие ссылки. Ты переходишь, и тебе открывается вкладка с миниатюрами, где они прям стоили 300-400 рублей. Сейчас я вижу эти миниатюры уже по тысяче. Возможно, есть какая-то ещё секретная ссылка, но я её не знаю. Кстати, мне пришёл недавно заказ от Tarte. Перед приездом я вам обязательно покажу. Там было очень много подарков от бренда. Ну, именно за заказ, не потому что я блогер. Ну, наверное, эти подарки и сыграли свою роль. Почему мне максимально захотелось сделать заказ. Плюс я мечтала о консилере легендарном от Tarte. Ну, в общем, всё сложилось. Румяна мне эти очень нравятся. Они красивые. Но не сказать, что стойкие. Они довольно... Ну, я не знаю, 4-5 часов они пропадают. Вечером уже их нет на вашем лице. В отличие от Буржуа, который видно целый день. От Рилуи вот такая, скульптинг-паудер. Я покупала в прошлый свой приезд в Минск. В этот раз как-то я вообще мало декоративки купила. Ну, как-то я, во-первых, решила более осознанно, что ли, подойти. Нафига мне на 99-е румяна? Ну, в общем, как-то так. В любом случае, если что-то нужно, можно заказать на сайте Белорес всё на том же. Плюс я не могла очень много чего-то жидкого ввести, чего-то большого, потому что я летела с ручной кладью. А как вы знаете, можно провозить до 100 мл. И общая масса всего этого должна быть 1 литр. Поэтому тут особо не разгуляешься. Ну и в целом чемодан маленький. Вот поэтому скромный был шоппинг. Хорошая пудра. Она симпатичная. Она не рыжая. Она неплохо растушевывается. Не могу сказать, что идеально. Такой вот цвет. Хорошая. За свои тоже деньги. Она вполне работающая. И чего тут ждать. Вот тогда нам стоило, считайте, 5 рублей. 5 умножаем на максимум. Вообще на 30. Наверное, на 32 всё-таки. И вы поймёте, что это на весущие копейки. База под макияж в этот раз уже в миниатюре. Он показывал, что я прощалась с полной версией, которая у меня была давно. Но она мне нравится эта база. Просто ей уже было слишком много времени. Глоу Кример Бориан. Потрясающий. Очень симпатично сияет. Классный. Вот такие тени-блестяшки от Lottie. Тоже люблю. Они безумно красивые. Это самый красивый оттенок, который есть у них в коллекции. Я купила их три. Но одни какие-то очень серебряные, другие тёмные. А вот это вообще восторг. Розово-золотистые. Называется Savage. Класс. Особенно тоже, когда у них бывают скидки, стоит максимум рублей 400, наверное, если не дешевле. Рекомендую. Гель для бровей. Вот такой уже уродец от Artvisage. Ну, это тоже легенда. Тут что сказать? Все его знают, все его любят. Тушь у меня я с собой не брала. Я купила там и сразу открыла. Это... Кто это? Господи, а что за бренд? Belor Design. Как интересно. Делают город Минск, улица П, бровки. Что у Belor Design завод на улице бровки? Может, бровки, конечно. Ну да ладно. Это эффект накладных ресниц. XXL. Тут, конечно, сложно определить, что у них новинка, что у них новинка. Так много всего я как бы теряюсь. Я люблю вот такие обычные простые щёточки. Они на мне работают лучше всего. Эта тушь классная, но она чуть жидковата. Вот буквально ей там 3-4 дня, она чуть-чуть подсохнет и вообще будет идеальной. Супер она стоила. Всё, в общем, стоит до 150 рублей. Вот в основном все туши, помады. Вот это какая-то красная цена 5 белорусских рублей у них. И то какие-то были скидочки акции. Если будете в Минске, обратите внимание на... Так, смотри, на сеть магазинов Мила. Они там тоже примерно на каждом шагу. Так же, как и фирменные магазины Белит и Витекс. Вы не пройдёте мимо. Ну, можете, конечно, загуглить, поставить себе точки на карте. Но в целом, если вы гуляете по центру, вы обязательно наткнётесь и на то, и на другое. В торговых центрах они есть, и у вокзала. И, по-моему, называется галерея. Прям тоже... Ну, в общем, всё очевидно. Итак, что себе взяла в Минске из косметики? Из мезо-серии от Белиты. Она, ну, как бы, судя по ценам, магазин одна из самых дорогих у них. Крем-гель для кожи вокруг глаз 30+. Ну, мне 27, но оно там, знаете, недалеко. Тут 30 миллилитров. Слушайте, чек ни один не вижу. Возможно, вчера в попыхах выбросила. Ну, где-то рублей 10 максимум стоил. То есть, рублей 300. Да. И это считается, как я понимаю, в этом бренде дорогим продуктом. Были бы у нас и такие продукты дорогие. Карандашик от Luxe Visage в 52-м оттенке. Тоже цвет губ, только лучше. Такая пыльная розочка. Пригодится. Здесь тоже Белита. Не удивляйтесь, в основном она тут будет представлена. Энзимная пудра для умывания лица. Я увидела, что у Clorans вышла энзимная пудра. Ну, и для начала решила попробовать вот такой бюджетный вариант. Понимаю, что, возможно, они не сильно похожи, но мне просто интересна концепция умывания энзимной пудры. Как вообще это происходит. Тоже рублей, наверное, 6 белорусских. Стоило здесь 53 грамма. Насыпьте немного пудры в ладонь. Добавьте небольшое количество воды. Один к одному. Спейте руками, нанесите на влажное лицо. Помассируйте в течение двух минут. Вообще, мне кажется, что я читала, что добавляют вообще умывалку свою. Напишите, если что-то знаете про это. Я, конечно, пока попробую с водичкой разбавить. Рилуи Best Daily Mascara в таком очень веселом, прикольном флакончике. Ну, открывать не буду, потому что вот сейчас у меня есть одна открытая. Это же мы позже будем пользоваться. В Рилуи была новая линейка Korean Secret. Вот так вот белорусы решили сделать коллаборацию с корейцами. Было несколько праймеров. По-моему, три оттенка бибишки. Какое-то масло или масляный праймер. Ну, в общем, что-то такое с пипеткой. Вроде бы все, она не супер была большая. Тоже до 10 белорусских рублей стоил он. Попробую. Гладкая ровная кожа увлажняем без силиконов. 100% корейской текстуры, господи. Праймер отлично выравнивает, сглаживает шелушение, продлевает стойкость. Пептиды, коллаген... Попробуем, интересно, почему бы и нет. У меня сейчас, кстати, в моей коллекции косметической не так много праймеров как-то, не знаю. Дефицит. Еще в продаже у них появились... Ну, по крайней мере, я тогда полтора года назад не замечала их. Вот такие саше, плюс тканевые маски, плюс патчи. Но! Все это лежит на закрытом прилавке. Нужно просить продавца. Продавцы все заняты раскладкой продукции. Так же, как и декоративка в магазинах Биллита Витекс. Все под стеклом. Я не знаю, 21 век. Зачем все это прятать под стекло? Почему эти тканевые маски нельзя... Не, я понимаю, почему они. Потому что нету здесь никакой защиты на них, они ничего не клеят. Но вы наклейте какую-то защиту, поставьте в зал. В чем проблема, вообще непонятно. Ну, честно говоря, тоже не было времени там что-то разбираться, тестить, просить из-за прилавка. Ну, поэтому вот так сложилось. Ну, я думаю, что опять-таки на Рилуи все это рано или поздно появится, и я закажу. Крем-маска для лица отбеливающая. Я знаю, что она есть в полуразмерном формате, но маска у меня довольно много. Я думаю, что для меня хороший вариант это такое саше. И такое саше стоило где-то рублей 22-23. На два применения я считаю, что это шикарная цена. Я не знаю, что в нашей подружке можно купить за 22 рубля. Возможно, сухие носовые платочки. И то не факт, и то, мне кажется, стоят дороже. От Рилуи вот такой красивый лачок. Но, по крайней мере, на сводче, который там был изображен, выглядело невероятно. Прям такое плотное было покрытие. У меня, видите, ногти без маникюра надо позаботиться. Потому что была рабочая неделя, потом я быстро улетела. Прилетела, и вот такой суматохи. Какой уж там маникюр. Но я постараюсь им ведь чем-то делать. Исправить ситуацию. В общем, маленький такой лачок. Тоже попробовать интересно. Белита. Маска-минутка для лица антибактериальная. И опять-таки у Белиты, как и у других белорусских брендов, вот если они делают одну какую-то серию, вот Стоп Акнезо, значит, всё в этой серии будет. Не два продукта, не три, не четыре, даже не пять. Это прям вот целый стенд будет. И, конечно, эти магазины, они впечатляют. Хочется взять и попробовать всё. Всё такое интересное, забавное и дешёвое. Реально, мне кажется, на пять тысяч рублей там можно полмагазина вынести. Так как в среднем всё стоит 150 рублей, поэтому что-то даже дешевле. В общем, взяла такую маску. Она маска-минутка. Это очень удобно. Против прыщей и чёрных точек. Посмотрим. Я не сказать, что очень много читаю отзывов на белорусскую косметику. Но иногда что-то попадается. Не помню, встречался ли мне на этот продукт. Нет, я просто взяла без каких-то мыслей. Вот такая тушь лакшери. Мама мне сказала, что она очень крутая. У неё такая есть. Я решила взять и себе. Она есть ещё в золотом формате. Говорят, что она тоже хорошая. Рисовый воск. Здесь что-то тут ля-ля-ля. Изготовленность компонентов каких-то итальянских. Посмотрим. Прям многообещающее. Тушь. Люкс-визаж. Наш скульптор ресниц для непослушных ресниц. У меня, кстати, бывает такая проблема. Не всегда. Но порой ресницы действительно куда-то разбегаются. И дня три-четыре возникают проблемы. Возможно, это после сна. После чего так. Но тоже мне этот флакончик не знаком. Я, естественно, когда зашла в Милу за тушью. Я там была не один раз. Но как-то я вспомнила некоторые туши, которые у меня уже были. Вот это мне показалось новой. Или я тогда не заметила. Предпоследняя тушь. Просто такая простая объемная доля. Это из магазина Рилуи. И в 2019 году она даже вот в номинации производитель декоратива. А, это просто Рилуи наградили. Я поняла. Не эту тушь. Рилуи. Именно декоративка для глаз. Хорошо. Посмотрим. Посмотрим. Тогда вот мы даже с подругой смеялись. Я набрала там зато 10 тушей. Ну, допустим, 5 из них я сама использовала. Остальные там подарила. Отдала маме. Я не помню, чтобы какая-то мне прям супер сильно не понравилась. Возможно, была какая-то одна. Но я тогда рассказала о ней в пустых баночках. Не припомню. Мне кажется, что все были классные. Еще одна последняя тройной эффект. Но это какие-то, знаете, вот эти две черные и бордовые. Это что-то из старичков. Тут даже видно по дизайну. Какие-то такие туши, которые у них давным-давно продаются. И последний продукт. Это люкс визаж в 307 оттенке помадка. Серия Glamrock. Кремовая, вельветовая. Но это тоже что-то из старенького. Это не новинка. И вот так она выглядит. Очень такая миленькая, симпатичненькая, натуральная. Такая. Маме я тоже такую же привезла. Так что вот, покупок немного. Знаете, что понравилось, то я и взяла. Ну, в целом, я белорусскую косметику люблю. Люблю. Ничего плохого сказать не могу. Для меня это стало, конечно, открытием. Наверное, для себя я года два назад открыла. И тогда, конечно, да. Я прям была воодушевлена. И думаю, боже, а почему я раньше ничего не слышала, не видела, не покупала? Рекомендую. Если вы до этого тоже игнорировали белорусских производителей и всякие сайты, то я рекомендую обратить внимание. Вы, я думаю, что не пожалеете. Уж туши вас точно не должны разочаровать. И помады хорошие. Ну, тени. Есть неплохие, но без вау. Я думаю, что... Да, основной вот у меня это туши, помады. Ну, маски мне тоже нравятся. Вот. Такие новости. Пишите в комментариях. Всем пока.